Уважаемый Игорь Викторович, мы, жители домов 8, 10, 12, 16, 22, 24, расположенных по улице Осипова, убедительно просим вас обратить внимание на строительство ледовой арены по адресу улица Осипова, дом 10, на месте бывшей хоккейной коробки. А также просим приостановить стройку ледовой арены до выяснения всех обстоятельств и проведения дополнительной проверки всех разрешающих документов на законность этой постройки. В настоящее время произведен снос 33 деревьев, которые создавали микроклимат для жителей наших домов, в которых проживает не менее тысячи человек. Жителям домов 8, 10 и 12 выдали предписание убрать свои автомобили с придомовой территории в связи с возведением ограждения для строительной площадки. В настоящее время забор по периметру стройки уже возведен. Фактически у жителей под окнами будет идти капитальное строительство. Вокруг строительной площадки расположены 4 5-этажных и 1 9-этажный дом, построенный в 60-70-х годах. Соответственно, все коммуникации рассчитаны только на эти постройки. Расстояние от планированной арены составляет всего от 10 метров до дома 24 по улице Осипова и до 30 метров до домов номер 8, 10 и 12. Нет никакой гарантии, что при строительстве не нарушится конструкция домов и подведенных к ним коммуникаций. Строительство ледовой арены затрагивает права на благоприятную среду проживания всех жителей соседних домов, в том числе детей, пожилых людей. И у жителей возник вопрос, как можно на территории старой застройки многоквартирных домов организовывать застройку ледовой арены высотой с 4-этажный дом, который имеет холодильные и вентиляционные установки, издающие сильный шум. Полностью нарушаются все нормы на благоприятную среду проживания как при стройке, так и при функционировании ледовой арены. При функционировании арены вокруг домов возрастет значительная автотранспортная нагрузка, что очень опасно для детей, которые проходят для учебы в школу, пожилых людей, так как нет места для тротуаров, и вокруг домов проходят дороги для проезда автомобилей своим домам. Размеры вокруг ледовой арены до живых домов не могут вместить парковочные места. Наличие безопасных тротуаров – хорошее озеленение. К тому же шум от холодильного оборудования и вентиляционных установок будут превышать допустимые нормы, так как кучность домов будет создавать экран для работы оборудования. В связи с вышеизложенным очевиден факт, что будут страдать жители всех соседних домов от работы холодильного оборудования и вентиляционных установок. До настоящего времени на данной территории находилась хорошая спортивная площадка, построенная несколько лет назад по инициативе КПРФ Вячеславом Третьяком. Модернизация этой площадки и благоустройство прилегающей к ней территории привело бы к доступности массового дворового спорта, о чем не раз говорил в своих посланиях президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также не нарушило бы экологического микроклимата для проживающих в микрорайоне. Планируемое строение будет препятствовать поступлению во двор свежего воздуха, нарушится розовый троп, так как образуется точечная застройка. Мы не против ледовой арены и развития ледовых видов спорта, но не на этом месте. У нас планируется застройка старого аэропорта, территория Студгородка, территория Зеленой Горки, куда уже сейчас подводятся новые коммуникации и возводятся новые МКД. Средства, затраченные на строительство данной арены, можно направить в значительно меньшем объеме на приведение в надлежащее состояние существующей площадки, оборудовать беговые дорожки, установить теннисные столы и тренажеры. Встречи с жителями не проводились, проект для общественных обсуждений представлен не был, но достоверность экспертизы вызывает сомнения. Торги прошли минимальные сроки, стройка началась в ускоренном темпе, жители были поставлены просто перед фактом. Поэтому убедительно просим вас провести проверку на законность выданных разрешающих документов на строительство данной ледовой арены. Я переехал год назад в этот микрорайон. Я 39 лет мечтала сюда переехать. По некоторым обстоятельствам это не получалось. Я переехала, мы с дочкой радовались этот весь год. Зима, весна, лето, мы очень радовались. Вот мой дом, вот техника под моим домом, видите, да? Вот здесь планируется холодильное оборудование построить, котельную построить. И что мы получаем от этого? То, что власть, не власть, вернее, а вот застройщики без, ну, я не знаю, беззаконно или не беззаконно, я не знаю, вот эту всю нашу тишину, наш уют, наше пение птичек будут нарушать. Вот эти холодильные оборудования, котельная будет нарушать. Что мы получаем от этого? Ничего хорошего, в принципе, это по большому счету. Люди страдают, вот 10 дом, загородили, ни проезда, ничего, скорая не может подойти, подъехать. Парковки нету. И нам обещают, что у нас будет, что у нас будет тут проезжая часть, будет у нас вот этот шум постоянный от холодильного оборудования, что у нас будут тут парковочные места, которые туда будут стекаться полностью весь Саратов. Вот это нам обещают, вот это для нас комфорт. Я считаю, что это неправильно. Я обращаюсь к прокуратуру, к чиновникам, ко всем вышестоящим органам. Пожалуйста, помогите нам отстоять нашу территорию. Да, была тут хоккейная площадка, хорошая хоккейная площадка, где и люди, дети занимались, взрослые также занимались. Зимой это был хоккей, можно было на коньках кататься летом, футбол дети гоняли. Вот, а теперь что? Это будет платное или как? Пожалуйста, помогите нам. То есть она будет идти вон туда, в ту сторону? Да, она будет вокруг здания огибать и сюда выходить. И как бы и холодильники с той стороны будут. И все это будет идти на сквер, да? И, соответственно, сквер уже как-то таковое тихо не будет. Иди на свой поснимай, а тебя лучше снимать. Да, просто снимай. Спасибо. Продолжение следует...